Сегодня открыла свои двери для всех желающих первая в Бресте специализированная выставка моды. В легкоатлетическом манеже представляли свои коллекции ведущие компании Беларуси, Россию, Украины, Турции и Китая. Работа экспозиции разнопланована, включает в себя несколько блоков, где не упущен и образовательный сегмент. Семинары и тренинги, презентации и распродажи коллекции ожидают брещан и гости города над Бугом в течение четырех дней. С первых часов работы выставки здесь можно было увидеть увлеченных посетителей. Подобрать себе костюмчик спешат модницы города над Бугом, ведь одежда изменяет не только фигуру, но и характер. Именно в Бресте, ну так сложилось, было основано очень много швейных компаний, более чем три сотни компаний, если не четыре. И при этом в Бресте никогда не было подобного рода мероприятия. Поэтому можно сказать о том, что идея витала в воздухе. Это же ведь как такая встряска для швейников, себя показать, других посмотреть. В основном экспозиция направлена на оптового покупателя, однако потенциальных клиентов, приобретающих товар в розницу, здесь также примут с удовольствием. Куртки и пальто различных фасонов, деловые костюмы уникального покроя, нарядные платьицы и сарафаны для юных модниц изобилия ассортимента не может не радовать. Кроме того, организаторы выставки пригласили и творцов изделий ручной работы. Дизайнерские штучки из шерсти, одежда и ажурная бижутерия привлекают внимание посетителей. Мы представляем бижутерию ручной работы под именем бренда «Миллениус Асаналин», который создает Михаил Тиханович и, как я, помощник Алена Ермакова. Наша бижутерия авторская, ручная и создается из пластики. Также работаем больше с декупажем и больше любим эпоксидную смолу, которую заливать надо, сережечки и все остальное. Таким образом, на несколько дней БРЕ станет одновременно подиумом для моделей, витриной для модных аксессуаров, демонстрационной площадкой для текстильной продукции, тканей и фурнитуры. Модельеры объявляют войну халатом, предоставляя дорогу изящным и женственным нарядам, ведь они необходимы счастью женщины, как цветы весны. Продолжение следует...